В Щелковском районе мероприятия, приуроченные к скорбной дате, по традиции начались в 4 утра. Как тогда, 77 лет назад, люди поднялись в расцветный час, но, к счастью, не для того, чтобы начать оборонять родную землю. В память о героических предках, в руках цветы, на глазах почти что слезы, так хотелось бы вычеркнуть этот день из мировой истории, но остается помнить. У Вечного огня на аллее памяти собрались неравнодушные жители, школьники, военнослужащие, представители общественных организаций и патриотических клубов. Вспоминали о подвиге нашего народа, члены боевого братства, ветераны вооруженных сил, 13-я сборная бригада по страйкболу. В завершении митинга возложили цветы к мемориалу. Вечный огонь на мемориальном комплексе аллеи памяти еще долго заполнялся цветами. Всенародная акция памяти продолжилась днем. Здесь также прошел митинг. Официальные лица, ветераны, церковные деятели, подрастающее поколение, к счастью, сегодня над всеми мирное небо. Вспоминая печальную дату истории, благодаря твойнов, тружеников тыла, всех, кто отдал силы для достижения победы. Каждый второй щелковец ушел на эту войну. Каждый четвертый щелковец не вернулся. 27 миллионов населения Советского Союза было убито, замучено, угодно в плен. Мы не подведем подвиг наших предков. Мы будем всегда смотреть в глаза ветеранам честно. И если надо, всегда встанем на защиту своей страны. Каждый раз, сколько бы нам ни было лет, мы смотрим на небо и думаем, пусть это небо всегда остается мирным. Мирным благодаря подвигу наших тружеников тыла, наших бойцов, которые на полях сражения завоевали эту победу. Мы сегодня чтим их память. Война перевернула судьбы миллионов, заставила совсем молодых, еще девушек и юношей, преждевременно повзрослеть. Их мужество – пример для подрастающего поколения, поэтому так важно сохранить память о подвиге. Для нас это является святым. Не забыть и предать потери тех, кто сложил голову в этой страшной войне. Передать это из поколения в поколение. Надо помнить, знать и не забывать, для того, чтобы не допустить больше никогда того, что было, чтобы этого не было. Нашим детям надо помнить и знать об этом, обязательно рассказывать. В память обо всех погибших в годы войны благочинный церквей Щелковского округа Андрей Ковальчук отслужил литию. И, конечно, в знак памяти и благодарности предкам многократно пополнился цветами вечный огонь. Еще одно мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, состоялось в Щелковском театре. К памятной дате приурочили встречу с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным. Время мчится вперед, время к новым спешит рубежам, но никто не забыт, и навеки ничто не забыто. Наша жизнь, наша светлая радость в жестоких боях вашим мужеством, стойкостью, жертвой вашей довыби. Наталья Медведева, Александр Оржевский, телерадиокомпания Щелково.